Привет, это ЗБЗ, и сейчас я расскажу вам, зачем болеть за вальядолит. Видели знаменитые картинки из книги «Где Уолли?»? Не удивлюсь, если он спрятался где-то на эмблеме вальядолита, потому что деталей море. Начнем со знакомого. Корона на эмблеме, так же, как и у мадридцев, означает наличие королевского титула. Его вальядолит получил в наследие от распавшегося Реал Унион Депортива, и так же, как и у Сливочных, в период Гражданской войны это звание у команды отобрали. Поэтому вальядолит — это еще и Реал на минималках. Но перед сезоном 22-23 команда сделала липосакцию эмблемы и отсекла все лишнее. На минималистическом новом логотипе нет ни четырех мечей, ни лаврового венка, символов высшей военной награды Ордена Святого Фердинанда. Зато на месте загадочные языки пламени. По самой известной версии они отсылают к мощному пожару 1561 года, погубившему большую часть города. Снизу счета по-прежнему расположена клубная аббревиатура Реал Валядолит со сливающимися буквами. Оставшаяся часть счета покрыта бело-фиолетовыми цветами клуба. Странно, что Валядолит еще не запартнерился с Милкой. Извините, но я сразу зайду с козырей. Как можно не переживать за Валядолит, когда президент клуба сам Роналдо. Он решился на покупку, когда тусовался на чемпионате мира в России, между прочим. И через несколько недель из бывшего топового футболиста он превратился в солидного владельца испанского клуба. Роналдо сразу нашел общий язык с футболистами. После важных побед он не скупится на подарки, новые айфоны или даже туристические путевки в любые страны, как это было после победы над Эспаньолом. А еще Роналдо оказался весьма эффективным менеджером. Он закрыл клубные долги и увеличил доходы Валядолита чуть ли не в два раза. А у бразильца вообще что-то не получается, а? Пожалуй, да. В предыдущем сезоне Зубастик Ака Акула Бизнеса пообещал проехать на велосипеде 450 километров, и если Валядолит выйдет в Ла Лигу. Ну вот где Роналду с его проблемами с лишним весом и 450 километров на велосипеде, а? Но он старался. Он даже проехал 200 километров, но на электровелосипеде. Кручу, 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 педали кручу, с горы, с горы, с горы, как птица лечу. Хотя за цитату после велопробега Роналду можно простить все. Звучит она следующим образом. Это того стоило, несмотря на сильную боль, в том числе и в заднице. Если бы Сергей Ожегов застал наше время, то в его словаре с синонимом слова «упорство» стал бы главный тренер Валядолида Пачета. Сейчас Пачета король. Он с первой же попытки катапультировался с Валядолидом в Ла Лигу и заодно поставил клубный рекорд по быстроте возвращения из секунды в примеру. Но за всю карьеру главный тренер собрал коллекцию из самых абсурдных тренерских ситуаций. Итак, третье место нашего хит-парада занимает история с его увольнением из Эльчи. Представьте, вы за три сезона поднимаете команду от третьего дивизиона к первому и готовитесь к дебюту в Ла Лиге. Ожидание – вы побеждаетесь в первом матче премьеры и чувствуете себя на коне, вот прям как в рекламе «Олдспайз», да? А реальность – следующее, перед стартом сезона вас вышвыривают из клуба. Руководство Эльчи кинуло по чету ради назначения своего клиента, которого впоследствии уволило уже через полгода. На фоне такого поступка клуба даже холодец и заливное выглядят не столь омерзительно, согласитесь. Второе место нашего чата – это определение последнего места для участия в Азиатской Лиге Чемпионов с помощью лотереи. Перед Эльчи по чету занесло в Лигу Таиланд. Здесь он столкнулся с самой необычной концовкой сезона в своей карьере. Скончался король Таиланда и все матчи во всех турнирах отменили. Клуб по чету к тому моменту вышел в полуфинал Кубка. И все четыре команды признали победителями этого турнира, но нужно было определить клуб, который сыграет в Азиатской Лиге Чемпионов. И это решили с помощью лотереи. Угадайте, кто остался без Лиги Чемпионов. Ну а теперь готовьте лоб для фейспаунов, потому что сейчас я озвучу первое место. Итак, Картахена уволила по чету из-за гадалки. Ох, ой, победа в последнем туре гарантировала команде место в плей-офф. Но херомантичный президент Картахены больше поверил гадалке, а не удачному результату. И перед концом сезона та заявила, что с почетой команда не добьется повышения. И зато сработала мгновенная карма. Без почета Картахена все равно не смогла выиграть плей-офф. А вот еще один прикольный факт. Как-то раз Вальядолит выпустил на поле сразу двух вратарей. В 1987 году травмы скосили половину защитников, и на поле вышел запасной вратарь Оскар Вирт. У него был, кстати, небольшой опыт полевого в молодежных командах. Вальядолит играл с Сивилией, которая дома практически не проигрывала, и сумел чудом выиграть 2-1. Игра Вирта произвела фурор. Журналисты пели дифирамбы, а фанаты молили чилийца остаться в защите. Но этот случай так и остался уникальным. Зато тренерский штаб дал голкиперу больше шансов в воротах, и чилийц наконец смог дебютировать за Вальядолит на родной позиции, сыграв до конца сезона в четырех матчах. Исторический факт. Вальядолит забил самый быстрый гол в истории Ла Лиги. Это сделал Хосебо Льоренто, который управился за 7,42 секунды. Даже Болту понадобилось на 2 секунды больше для мирового рекорда на чемпионате мира в Берлине. Льоренто сотворил историю 20 января 2008 года в матче против Эспаньола. Вы еще не записались в ультрас Вальядолита? Тогда вот вам еще железобетонные факты для того, чтобы болеть за этот клуб. В сезоне 91-92 команду пополнили легендарные колумбийцы. Скорпион Рене Гитто и кудряшка Карлос Вальдерама. Похоже, что такой трансферной кампании не ожидали даже защитники мадридского Реала. Иначе невозможно объяснить, зачем Митчелл с Альгадо едва не повторил знаменитую миниатюру Винни Джонса и Пола Гаскоина. Да, вы понимаете, о чем я. Во время углового защитник Реала схватил Вальдераму за самое святое. Да, касания были более нежными и братскими, но разве это оправдание? Потом был скандал. Сальгадо оштрафовали, конфликт замяли. А в 2017 году Вальдерама участвовал в кампании по борьбе с раком яичек и, вспоминая об этом инциденте, сказал «Митчелл, спасибо, что потрогал мои яйца». Именно так нужно выявлять рак яичек на ранней стадии. Если бы я почувствовал сильную боль, то обратился бы к врачу. Если посмотрели это видео в Ютубе, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И помните, что вся Ла Лига доступна в сервисе ОКО. Испанский чемпионат прикольный. Пока!